Екатерина Филиппова пьет воду только из родников. Каждую неделю девушка ездит в Минкино, чтобы наполнить пару канистр. А все-таки родниковая вода, ну как-то из детства мы помним, что родниковая вода, она полезна. Как для тела, так снаружи, как снаружи, так и внутри. Поэтому, наверное, это вот как-то заложено было, что родниковая вода – это полезно. А вот еще один родник в Кольском районе. Здесь почти каждый день можно встретить Виктора Николаевича. Он жалуется. Многие люди ведут себя неаккуратно, портят место. Приходится оставлять записки. Народ всякий попадает, кидают туда, еще и в туалет могут туда сходить. Это еще лояльные надписи все, которые были жесткие очень. Сам он живет неподалеку в дачном поселке. На участке скважину рубить рельеф не позволяет, спасает источник. Воду набирает в канистры, а дома озонирует прибором. Исправить ситуацию с мусором помогают волонтеры. Прибираются летом на полянках, облагораживают территории и тропинки. А вопросом качества воды занимаются ученые. В 2021 году специалисты Кольского научного центра РАН при поддержке проекта «Чистая Арктика» провели исследование на химический состав 10 источников Горного, Лапландского, Каменного, Верхнетуломского и остальных родников. Мы исследовали химический состав, в том числе определяли КАЖ, катионный состав, некоторые анионы. Поскольку мы работаем в лаборатории химических и оптических методов анализа, все необходимое для проведения этих исследований у нас есть. Для питьевой воды очень важен баланс минералов – кальция, магния, натрия. Родники нашего региона относятся к группе с низкой минерализацией. Концентрация всех элементов на момент взятия проб не выходит за пределы нормы. На каждом проверенном роднике есть вот такая табличка с QR-кодом. Его можно отсканировать и получить полную информацию о химическом составе воды. Чистой считается только дистиллированная вода, в которой кроме H2O больше ничего нет. Чтобы уверенно заваривать чай или наливать в кастрюлю воду из лесных источников, мониторинг необходимо проводить каждый сезон. Родниковая вода, она все-таки проходит через разные слои почвы и, например, в паводковый период может подпитываться верхними грунтовыми водами. То есть, соответственно, что приведет к изменению химического ее состава. Поэтому важно наблюдать за этим. Даже если химический состав в норме, проверку на микробиологию образец может не пройти. В ручьях нередко обитает бактерия кишечной палочки. Рекомендуется набирать воду только из проверенных источников, которые находятся далеко от города. И в любом случае перед употреблением ее обязательно нужно прокипятить.